Библейский портал экзегет.ру представляет 27 глава книги «Чисел», перевод российского библейского общества. Читаю для библейского портала «Экзегет». Книга «Чисел» перечисляет, и в предыдущих главах как раз было перечисление израильтян, сколько у кого народу, в каком из родов израильских, как их звали. Ну, и возникала пару раз ситуация, когда у человека не было сыновей, потому что вообще родословие ведется по мужской линии. Что делать тогда? Ну, очевидно, что могут наследовать и дочери, но как это делать? Вот 27 начинается с разбора такой ситуации. «Пришли дочери целов Хада, который был сыном Хефера, сына Галаада, сына Махира, сына Моносии. Он был из рода Моносии, сына Иосифа. Дочерей целов Хада звали Махла, Нуаху, Гла, Мелька и Терца. Как раз они все пять перечислены в прошлой главе. Потому что, смотрите, каждый отец передает своим сыновьям свой земельный надел. Ну, пока они еще не вошли в землю хананскую, но когда придут, да? Или право на этот надел. Вот пока они не вошли, право. А тут сыновей нету, зато пять дочерей. Они стали у входа в шатер встречи пред Моисеем, священником Иллиазаром, вождями всей общины, и сказали. «Наш отец умер в пустыне за свои грехи». Ну, там подчеркивается, что все, кто вышли из Египта, они не дошли до ханаана, умерли в пустыне. Но он не принадлежал к сообщникам Кураха, бунтовавшим против Господа. То есть он не из тех, кто вычеркнут, да, из народа. «Сыновей у него не было, так неужели никто в нашем роду не унаследует имя нашего отца, лишь потому что у него не было сыновей? Дай нам землю наравне с родичами нашего отца». То есть они хотят тоже быть наследницами, потому что наследника, брата у них нет. «Моисей передал Господу их просьбу, и Господь сказал Моисею, правильно говорят дочери Целуха, дай им земельный надел наравне с родичами их отца. Пусть придет к ним надел отца. «И скажи сынам Израилевым, если кто-нибудь из вас умрет, не оставив сына, то отдайте его надел дочери. Если у него нет и дочери, отдайте надел его братьям. Если у него нет братьев, отдайте надел братьям его отца. Если у его отца не было братьев, отдайте надел ближайшему кровному родственнику, пусть земля отойдет к нему. Это должно быть для сынов Израилевых законом, как повелел Господь Моисею». То есть сохраняется родовая структура общества, и земля не переходит к чужакам. Она переходит к ближайшему наследнику. Если есть сын, то к сыну, если нет, то к дочери. Ну и дальше, как тут расписано. Дальше совершенно другая тема. Хотя она связана с темой наследования наделов. Кто наследует власть после смерти Моисея? Кто повезет народ Израиля дальше? «Господь сказал Моисею, взойди на горы Аварим и окинь взглядом страну, которую я отдаю сынам Израилевым. Ты посмотришь на эту страну и отойдешь к предкам своим, как отошел к предкам твой брат Аарон. Ибо в пустыне Цин, когда община возроптала, вы ослушались меня там, при источниках вы неявили им мою святость». Это был источник Мереват-Кадеш в пустыне Цин. Там описана история, как Господь велел Моисею и Аарона извести воду из скалы. Они это даже сделали, но вот как-то с каким-то раздражением и не сказали ничего о Господе, а как бы народ обругали. Вот что нам, воду из скалы вам что ли извести? Кстати, извели, да? Но вот получается, что они не вполне поверили тому повелению, которое Господь им дал. Моисей сказал Господу, пусть Господь, Бог, дающий дыхание всему живому, поставит над общиной человека, который возглавит их в походе и при возвращении из похода, поведет их за собой и приведет назад. Пусть община Господня не будет, как стадо без пастуха, то есть те, кому не на кого надеяться. Господь сказал Моисею, позови Иисуса на вина, человека, в котором дух, и возложи на него руку. Вели ему стать предсвященником Илиазаром, и перед всей общиной у всех на глазах передай ему полномочия. Он как раз Иисус Сынуна, или Новин, как обычно его пишут по-русски, ближайший помощник Моисея, один из тех, кто ходил на разведку в Ханаан. Передай ему часть своей власти, чтобы вся община сынов Израилевых слушалась его. Он будет подходить к священнику Илиазару, и тот будет вопрошать для него Господа через Урим. Урим, здесь один упомянут, обычно Урим и Тумим, это какие-то предметы, с помощью которых от Бога получали ответ «да», «нет». По указанию Господа они будут выступать в поход, и по его указанию возвращаться. Иисус, и все сыны Израилева, и все общины. Моисей сделал так, как велел ему Господь. Позвал Иисуса, поставил его предсвященником Илиазаром, пред всей общиной, возложил на него руки и передал ему полномочия. Так повелел Господь через Моисея. То есть вот здесь эта преемственность власти обеспечивается еще прежде смерти Моисея, для того, чтобы было понятно, что Иисус Навин не случайный избранник, а вот Моисей по воле Божьей его и делает своим преемником, и фактически равным себе еще накануне своей смерти. Но вот уже готовясь войти в обетованную землю, израильтяне должны как-то уточнить некоторые вещи, которые будут происходить уже после завоевания этой земли. И дальнейшая часть книги в основном посвящена этому, в частности, 28 глава о жертвоприношениях.